О культуре вновь театр ТОК готов говорить с магнитогорским зрителем на непростые темы. После весомой паузы актерский состав вышел на сцену с новым спектаклем «Мышь на горохе». И, как всегда, уже в духе этого театрального пространства, после премьеры вопросов больше, чем ответов, продолжит Елена Ткач. Достоевский нынче в моде. Столичные театры с завидной периодичностью обращаются к великому писателю в самых разных интерпретациях. От черной клоунады до настоящей оперы. Но где сцены первопрестольные и где мы? Хотя есть в нашем городе театральное пространство, где молодые актеры смело жонглируют жанрами и относятся к классике и авторитетам без священного трепета. Имя этому явлению молодых и дерзких – театр ТОК. Даже наше название нашего театра так или иначе отсылает к тому, что мы большие мастера рассказывать истории. И вот как раз эта история очень известная, которую мы пересказали, так скажем, своими словами. В декабре в репертуаре театр ТОК появился новый спектакль «Мышь на горохе». Под таким названием режиссер Данил Сачков искусно завуалировал известный роман Достоевского. Поднять завесу и обнажить все скрытые и явные смыслы решили языком стритейлинга. Сегодня это, пожалуй, один из популярных приемов, что лежит в основе искусства, медиа и маркетинга. Но мало разобрать на истории повествования Федора Михайловича, великого исследователя человеческих душ. Актеры театра под режиссерской опекой Данила Сачкова пошли глубже и дальше. Здесь ребята выбрали в своих персонажах то, чего так или иначе нет в прямую в романе в самом. Они дополнили это, они дописали это, они нашли какие-то параллели в других литературных источниках. И мне кажется, получилось такое очень интересное повествование как бы по скриптам. Личные размышления актеров причудливо сплелись с цитатами из разных произведений Достоевского. Но основа спектакля все же преступление и наказание. У меня несколько ролей в этом спектакле есть. Я играю Порфирия Петровича, следователя, и Свидригайлова. Да, разные. Но у режиссера спектакля есть на этот вопрос ответ, почему именно я. А вообще, почему вот эти две роли и плюс гипотетическую третью самого Раскольникова. Вот, почему должен играть один человек. Здесь сложно разобраться в нескольких правдах. Узнать, где начинаются и заканчиваются границы личной ответственности. Что выше, милосердие или справедливость? Но и главное, почему мышь на горохе? И опять неочевидные смыслы. Мусенписа в переводе с латинского языка означает «мышь в горохе». В переводе это выражение используется чаще всего в криминалистике и означает «безвыходное положение». Так есть ли выход из тупика? Вопросов, как и в жизни, больше, чем ответов. Елена Ткач, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВН. Граста, Тови!